Всем привет! С вами Мария Кордубаева и вы на канале о ландшафтном дизайне. Ребята, вы знаете, что дом ландшафтного дизайна, основателем которого я являюсь, славится своими авторскими садами. А там, где авторские сады, там и авторские малые архитектурные формы. И сегодня у нас выпуск прямо с производства, где по нашим эскизам в очередной раз нас выручает Андрей Полетаев, руководитель группы компаний Архитектуры Благополучия и создает для нас просто фантастические вазоны из стеклофибробетона, но которые будут выглядеть как керамические. Андрей, привет! Привет! Я снова у тебя в гостях. Привет, рад тебе. Да, у нас есть уже выпуск с Андреем, где мы делали уже кашпо, но они не должны были быть похожи на керамические. В этот раз ты нас выручаешь с керамикой. Кстати, вот этот выпуск нам в большую пользу придется. Очень много людей, которые раньше вообще ничего не слышали про наш продукт, они приходят, да, мы вас видели. Я говорю, где? Вот с Машей Карлубаева. Ну, несем... Не надо royalty тебе уже потихонечку начислять. Так вот, видишь, вот я приехала. Да, правда. Ну, несем в массы стеклофибробетон. Ребят, вообще, на самом деле, это вызов, да, вот эта задача. Для тебя это вызов, потому что мы вот пристали такие, Андрей, нам нужна прям вот а-ля керамика, нужна а-ля керамика. Тут, Маш, тут еще вызов, еще и потому, что мы, в принципе, фасадчики, да. А любовь к зеленому, ко всему, что цветет, пахнет и красиво, это такая... Это моя отдушина. И поэтому я давно неравнодушно к ландшафтной сфере отношусь. И многие фасадчики так вот крутят у виска, типа, ну, вот чем ты занимаешься. А, ну, да, поэтому вызов, да, вызов большой, вызов непростой, еще и потому, что так вот интересно совпало, когда работаешь над чем-то и понимаешь, что, ну, скорее всего, это может пригодиться. Так у нас произошло и с бетоном под керамику. То есть примерно два года мы работали над тем, чтобы у нас получился продукт, сделанный из бетона, но похож на керамику. Вот. И дело не в имитации, лишь бы сымитировать. Дело в том, что тут нужно было соблюсти прочность бетона и эффект керамики. И мы столкнулись однажды с такой задачей. К нам пришел заказчик, сказал, хочу фасад из бетона, но чтобы он выглядел как керамик. И что характерно, это не просто завод, это завод, который в советское время был бывшим керамическим заводом. Ага. Да, метро Тульская, туда можно съездить и увидеть фасады а-ля керамика. Но которые по факту выполнили вы из стеклофибробетона? По факту выполнили из стеклофибробетона. Это был очень непростой период. Вот. Мы большую кучу процессов выкинули в помойку. Ага. Вот. Но я нашел несколько толковых ребят, которым эта тема тоже показалась интересной. И они взялись за разработку этого покрытия. Оно сложное. Собственно говоря, это покрытие нужно было сделать, чтобы оно отвечало сразу нескольким требованиям. Во-первых, в первую очередь мы должны полечить тот самый эффект, что ты смотришь и понимаешь, блин, керамику. Второе, что тоже важно, это должен быть надежный продукт, который не слезет через месяц, год, как минимум прослушен. Вот. И мы такой продукт, в общем, создали. Андрей, забегая вперед, я знаю, сейчас нас слушают и смотрят наши зрители канала и задаются вопросы. Мария, а почему такой сложный путь? Почему бы вам было не обратиться к керамистам? Зачем вы приехали вот к Андрею, делаете стеклофибробетон, что-то пытаетесь там вот сымитировать, да? Сразу отвечаю, ребята, наш путь к тебе был долг, интернист, с керамистами мы общались. Обратите внимание на размер вот этих вазонов, да? Мы не нашли в России производственников, кто бы смог керамику таких размеров выполнить. То есть просто в печь такие кашпо просто не помещались. То есть они говорили, мы можем сделать, но размером меньше, и будет это вот столько стоить. Но вот такие большие, высокие мы не сделаем. Я подозреваю, что там еще цена была. И цена тоже, да. То есть ты оказался со своим стеклофибробетоном, который никогда не заявлялся как бюджетный, скажем так, сегмент. Никогда, да? Мы сейчас покажем вам производство, я думаю, что зритель поймет, почему стеклофибробетон – это небюджетное удовольствие. Ну, в общем, в итоге ты и по цене, и по, скажем так, решению задачи просто прошел. И все. Поэтому с керамистами, в общем, мы не договорились. Керамисты не смогли справиться с задачей ни по габаритам, ни по ценовому диапазону. Это вот я сразу ответила. Я могу сказать, что в прошлом я тоже немножечко керамист. У меня в начале моей карьеры я занимался не как собственник, а как наемный сотрудник в производстве фасадной керамики и шамота. И, в общем, был знаком с производством шамота, сглазурированного шамота. Я видел, как это сложно все. И, да, я понимаю, что, в принципе, у этого направления может появиться будущее, если наш продукт будет интересен дальше. Собственно, меня, вот, дерзость этого проекта привлекла. Вот. И мы понимаем, что мы, когда делаем что-то новое, интересное, к нам, у нас расширяется круг людей. Да даже коллектив, который делает такие нестандартные вещи, он, собственно говоря, в своей жизни выходит на другой качественный уровень. Это очень важно. Это очень важно. Про это как-то не принято говорить. Ну, я просто вижу, когда люди делают красоту, они к этому относятся по-другому. Знаете, это как та история, как спросили трех рабочих, что ты делаешь. Один сказал, я таскаю камни. Второй сказал, я зарабатываю деньги. А третий сказал, я строю храм. Вот. Это очень важно. Это очень важно, когда люди понимают, что они делают красоту. Вот на этом прекрасном твоем монологе о дерзновенности данного продукта давай расскажем нашим зрителям все этапы, с чего все начинается. Начинается все с нашего эскиза. Мне кажется, все начинается с безумной идеи ландшафтного дизайнера и еще более безумного заказчика, который такой, а давай. А давай, да. Да, мне кажется, без этого вообще все, ничего не летит. Я видел этих прекрасных людей, которые молодая прекрасная семья в красивом месте и думаю, вот, люди не просто делают то, чтобы... Ведь эта вещь, в принципе, не функциональна. Вообще, абсолютно. Мы об этом обязательно поговорим, да. Вообще, когда люди делают нефункциональные вещи в таком объеме просто для красоты, я понимаю, мир еще не совсем пропал. Еще есть люди, которым интересно, чтобы это выглядело. Они хотят жить в красоте, они хотят детей там воспитывать. Вот, это тем зажигает, по сути дела. Да, да. Ну, после того, как мы начали, после того, как ты договорилась со своими прекрасными заказчиками этой семьей и прислали в озоны мечты, и сказали, какие у них должны быть габариты, нам нужно было все это облечь в чертежи, потому что людям, которые работают руками на производстве, нужны очень четкие габариты. Тут вот цифр очень много. Да. Плюс, пока мы придумывали, как мы будем это все производить, пока мы чертили, нам пришлось начать думать, а как мы будем монтировать. Да, как это будет все держаться, потому что, видите, очень изящное основание. И поставить его просто на землю нельзя. Вот, поэтому ему были придуманы такие корни в виде закладных элементов, которые уже в процессе производства изделий, мы их увидим, они интегрированы будут сразу. То есть мы сразу забежали вперед и придумали способ, как эти вещи можно аккуратно монтировать на производстве, не перекапывая все вокруг, не создавая шурфов из бетона. В общем, здесь была некая конструкторская мысль и смекалка такая. Хорошо. Придумали, продумали, да? С чего все начинается? Если вы когда-то жарили барашка на вертеле или будете сейчас весной это делать, то как раз модель делается примерно так. Вот у нее в центре вот здесь стержень от этого вертела. И, собственно говоря, гипс, он как бы наматывается, отрезается специальный шаблон в виде ножа. Вот. И мы вырезаем вот такую болванку полнотелую, она очень тяжелая. То есть таким образом Данил у нас делает модель. Но форма вазона не получается сразу вот с этими прекрасными листиками. Да. То есть она получается гладкая. То есть получается, чтобы выполнить весь вазон, надо дальше точно рассчитать размер этих листиков, вырезать один, растиражировать его, приклеить по всему телу вазону, подогнать, отшкурить. И только после этого можно приступать к производству форм. Куда теперь? Теперь по этапу на заливку. Пойдем. Все, мы пришли где Движ Париж. Ну все, вот Михалыч отстрелил ступень и вот элегантным движением снимает. Мы получаем очень красивую ровную поверхность. Вот этот шовчик будет доработан. Мы его вообще не увидим потом. Знаешь, даже перевернутыми они выглядят очень красивыми. Да, но вы заметьте, что это не белый цемент. Мы туда специально добавили пигмент для того, чтобы потом основная краска, которая легла, она не конфликтовала с белым цветом. Потому что на белом мы потом очень долго будем добиваться нужного основного цвета. Кстати, о цвете. Цвет массу. Да. А цвет у нас будет... Цвет у нас будет примерно как вот этот твой... Я же скажу, это не синий, это, наверное, что-то такое... Как это правильно? Японцы знают 300 оттенков, а я уже не помню. Слушай, ну, на самом деле мы стремились к цвету лазурита. Следующий этап, мы сейчас оставим ребят продолжать производить основной вид продукции. Следующий этап, это место, где эти хорошие детали будут превращать в абсолютно хорошие. Андрей, мы телепортировались на новый уровень. Да, мы телепортировались на самое знаковое место. В роддоме есть такое место, куда папы приходят встречать детей с цветочками. Там уже ребенок помытый, поглаженный, причесанный, с бантиком. Собственно говоря, это участок доводки изделий, когда хорошее превращается в очень хорошее, упаковывается и уже едет в том виде к заказчику, каким оно должно быть. Поэтому здесь работают самые лучшие руки, самые тонкие, точные, кропотливые руки. И этот этап такой же важный, как и все остальные. Потому что если его пропустить, а здесь сразу несколько операций, то мы можем получить не очень хороший результат. Но поскольку мы стараемся всегда его получать хорошим, этот этап у нас всегда под контролем. И здесь всегда люди, которые понимают, что делают. Что здесь сейчас происходит? Ну, после того, как изделие достали из формы, бетон достали из формы, его вытащили, у него, у бетона, так уж природой происходит, в процессе гидротации, у него выделяется воздух. Иногда может попасть какая-то ворсинка в форму, камешек. И это все остается в изделии. И вот чтобы это все исключить, а мы делаем керамику, заливную, исключительно гладкую. Чтобы это исключить, мы приглашаем человека, который совмещает все функции маляра, штукатура, ювелира. То есть это все грунтуется и шпаклюется. То есть для того, чтобы мы могли идеально создать изделие, мы его еще раз обмазываем в нужных местах очень сложным составом профессиональным. Вот. Далее это все высыхает, шкурится. И после того, как приемщик принимает качество изделий, мы отправляем изделие на покраску. При этом, извини, пожалуйста, при этом здесь уже крышечка. А крышечка склеивается. Уже соединилась. Крышечка соединилась, все, ее уже отодрать невозможно. Вот. Сюда еще что-то можно на память положить и заклеить. Тайник? Такая мысль есть. Да? Мы в одну положим на память. Так. Какой-нибудь сверточек. И что, и потом, как в 12 стульях наши клиенты должны будут все это разворотить и найти, где будет вот это? Ну... Я подумаю. Это интересная мысль. Ну, в любом случае, такие вещи тянут к тому, чтобы это такой тайник. Там что-то внутри должно быть обязательно. Подсознательно это у меня так. То есть мы взяли изделие, отшпаклевали его, отшкурили. После этого мы его должны будем покрасить. Сейчас я представляю огромное количество недопонимания. Слышишь, вот люди смотрят, ну, красивые вазоны. Ну, прям вот красивые, прям образцово-показательные для кадрочного оформления. Участка, да? А мы их взяли, запечатали крышки, да? Запечатали, да. И все. И никакого функционала. Просто для любования. Ты представляешь, какой сейчас может быть... Это очень высокая ценность, мне кажется. Именно поэтому высокая ценность, что вещь сделана для любования. Мы любим обязательно что-нибудь применить, что-нибудь воткнуть, использовать. А когда вещь в себе как искусство создается, это очень серьезно говорит о том мире внутреннем, какой внутри у заказчика. То есть еще учитывая, какое количество этих изделий, это прям... Это просто я первый раз, я за все свои 18 лет первый раз вообще столкнулся с таким большим объемом малых архитектурных форм на одном участке, чтобы они еще были нефункциональными. То есть это скульптура, это скульптурная группа, которая будет еще вся в цветах. Я там представляю, как это все будет. Ну, в общем, для меня это действительно такая интересная вещь, как показатель, что люди к красоте тянутся, людям это важно, не только полезное, еще и красивое. Вот. Такова концепция сада. Они там просто необходимы. Без вот этих вазонов ландшафт не был бы уникальным. Вот он был бы среднестатистический. Ну, вообще. Вот как бы это решение, оно как раз делает... А как оно тебе? Давай уже вот тогда уже давай про тебя немножко. А то ты все время приезжаешь и нам устраиваешь этот праздник жизни. А как тебе вообще это в голову пришло? Слушай, все очень просто. Я добиваюсь того, чтобы в каждом проекте был свой изюм. То есть для меня, как бы вот я могу видеть сад, красивый, красивая планировка, все хорошо, красивый генплан, еще что-то. Но нет вот какого-то изюма, какой-то фишечки. Маш, почему здесь изюмом стали эти вазоны? А потому что там, в этом саду было желание от клиента, чтобы он был природный, не нужен был никакой регулярный сад. И сделать, понимаешь, природный сад, чтобы он круглогодично круто выглядел, это, извините, надо его начинить малыми архитектурными формами. А дальше ты начинаешь думать и искать, а какими? А что к этому дизайну сада больше подойдет? Там такая претензия была у клиентов, ну и вообще интерьер и так далее. Я понимала, что металл мы сразу отсекаем, то есть никакие там металлические стики не подойдут к этому запросу. Дальше уходим в какую-то там классику. Вот у тебя есть здесь вот какие-то периодические, да, вот такие вот вещи, да? Ну, античные штучки есть, да. Античные, тоже нет. Ну вот прям вот такая вот откровенная, понимаешь, тоже нет. Мы просто примеряли, 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 или ты такие, оп, а слушайте, а здорово, а получилось. То есть ты вот эти изюминки нашла, подобрала интуитивно просто? Да, 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 это на чутье идет. Ты где-то смотрела, отсматривала какие-то референции? Да, и я как раз это не люблю, то есть я противник этого, потому что это все откладывается где-то на подсознание. То есть когда очень... Ага, подействует тебе вкус. Да, да, я это не люблю. Я как раз... Насмотренность, безусловно, должна быть, но она должна быть где-то там остаться, понимаешь, там, когда ты фундаментальное образование получал. И да, ты можешь, ну, отслеживать, ну, что происходит в мире, но к своему студу я не могу тебе сказать, что я прям слежу за коллегами, кто что рисует, кто что выдает. И благодаря этому, вот этой моей некой изолированности, возникает какой-то наш свой стиль. Вот и все. Вот хорошо, с этим-то как раз понятно. Вот с этим теперь понятно. Да, так. Скажем, теперь с этим понятно. Это важно. А вот все равно, как удалось убедить людей, что это красиво? Мне не пришлось убеждать. Ко мне приходят сразу такие владельцы садом, да, которые говорят, слушай, ну, они меня выбрали, они понимают, что я про авторские сады, про вау-дизайн, про вау-эффект. Плюс ко всему был еще запрос на определенные растения. Ну, например, в этом саду мы будем экспериментировать с лавандой, что для меня вызов. Для тебя вызов вот эти вот вазоны, а для меня вызов лаванда, которую я привыкла использовать как однолетнюю культуру. Я ее как бы не привыкла вот-то заниматься укрытием и все такое. Это в тучке области растет питомник. Я очень много лет об этом слышу, да, и вот в этот раз мне придется с этим столкнуться. И вот, понимаешь, уже лаванда, уже какой-то, а что такое лаванда? Это уже Средиземноморье, простите, да? А что мы еще к Средиземноморью могли притянуть, да? Ну, вот они они, но они же идеальны, они же хороши, понимаешь? Когда у тебя вот вырисовывается вот такая немножко концепция, да, немножко с налетом на Средиземноморье. Ну, для меня сегодня это все равно звучит как-то очень прям совсем фантастически. Это радостно, правда, но это прям для меня все равно фантастически как-то звучит, да? То есть как-то надо, чтобы звезды сложились, чтобы и участок подошел, и люди, и лаванда приснилась, и вот это. Потому что, смотри, потому что ты уже увидел сразу результат. У нас же все идет сначала, смотри, не от участка, у меня все идет сначала от людей. Меня вдохновляют люди, меня не вдохновляет участок. То есть если меня не вдохновляет человек, то каким бы перспективным участок ни было, я не смогу сделать крутой сад. Я перебью тебя, ты отказываешь? Да. То есть если люди приходят, ты понимаешь, не, не срастется, лучше я сама, вы сами. Да, да, да. Ну, я, у меня есть золотые слова, золотая фраза, которая никого не обижает. Я говорю, что я не ваш идеальный дизайнер. Вот для вас будет, я для вас идеальный сад не сделаю, для вас сделает сад идеальный, ну, другой человек, но не я. И это нечестно по отношению к вам, ну, как бы занимать чужое место. Пожалуйста, ну, как бы, там, вам нужен другой дизайнер. Все, да, то есть меня сначала вдохновляют люди, дальше я смотрю, то есть я прям проникаюсь стилем, образом жизни, ценностями людей в том числе. Они у меня, я прям спрашиваю, чем они занимаются на досуге, какой состав семьи, сколько времени они проводят в саду, как они это время проводят в саду. То есть тебе потом жить придется с ними. Ну, они же, ты становишься частью их социального капитала, как сейчас принято говорить. То есть ты с ними, что, ты с ними дальше продашь, сад растет, его надо обслуживать, помогать ему жить. Ты с ними продолжаешь общаться? Да, 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 да. Ну, чаще всего, да. Мне проще, я отгрузил красивую штуку, отдал, перекрестил, сказал, ну, здоровье, тут история потяжелее. Да, я понял. Это вдолго. Я понял, да. Так вот, вот, понимаешь, это для тебя все это выглядит слишком фантазийно. То есть как такое вообще могло быть? Как можно было такой участок нарисовать вот с такими вот вазонами, которые нефункциональные, дорогущие, да, там, как бы. А я тебе говорю, что ты, ну, как бы надо от обратного смотреть. Вот ты видишь семью, и ты понимаешь, что, а вот эти вот ребята, они вот это, и это не мои амбиции, понимаешь? У меня не было никогда мечты, хочу сделать вот такие вот вазоны, да, реализовать свои амбиции. За чужой счет нет, у меня такой нет истории. Я просто полностью подстраиваюсь под семью, под этот участок, под задачу, и вот рождаются вот такие уникальные вещи. Вот так. Хорошо, мы идем, нам кажется, привезли что-то, да, мы должны посмотреть, как это выглядит. Блин, как... Я не понимаю, кто у кого интервью снимает. Итак, мы пришли к полуготовому изделию. Полуготовому по нескольким причинам. Во-первых, здесь не хватает еще шлифовки и глазури, на мой взгляд. Хоть ты будешь ругаться, но мне нужно больше глазури. Надо, чтобы он был блеском больше. Да, а во-вторых, я напоминаю, ребят, они будут другого цвета. Они будут синенькие. Да, они будут синенькие, РАЛ 5022, как сейчас помню. Вот примерно как шарфик у Андрея. Это такой, как бы, пробный вариант для нас. Это пробный вариант, потому что у любого изделия после того проявляются его все недостатки. Все окончательные недостатки проявляются после того, как мы его покрасим. И даже после того, как покрасим, не все выявляется. Его надо еще отлакировать. Ну, условно лакировать. Здесь специальное покрытие по бетону, разработанное нами, используется. Поэтому вот эти вот недостаточки, они обязательно будут устранены. И мы получим, собственно говоря, мы доведем эту историю до идеала. И у нас появится внешний керамический вазон. Вот так он, конечно, если так издалека к нему уже смотреть, его на него уже можно смотреть хотя бы. Да, да. Но вот очень мне нравится работать с строгими перфекционистами. Да? Андрей, просто взгляну в полсекунды. Так, вот здесь, вот здесь, вот здесь мне это не нравится. Вот это мы так не отдадим. Не-не-не, мы так не отдадим, потому что это наше лицо. Вот никто не вспомнит, что мы делали быстро. Все зато будут помнить, что мы сделали хорошо. Поэтому вещь должна быть функциональной, она должна долго прослужить. Вот. Возможно, лет через 5-7 на этом покрытии появится небольшая сеточка. Ну, она бывает и на керамике. Да, да. И в этом как раз есть. И в этом есть, да. Она немножечко естественно состарится, но она не слезет шелухой, кожурой не слезет. Поэтому она совершенно естественно состарится. Почему я так говорю с уверенностью? Потому что прежде чем запустить этот продукт, мы испытали, сделали. И у нас сейчас на фасаде, я уже говорил, на Тульской, старый керамический завод, у нас есть там эти изделия. Андрей, сколько времени уходит примерно на производство вот одного такого изделия? С самого начала. Смотри, Маш, если говорить механистически, то модель именно этой штучки делается 3 недели, форма делается еще 2 недели. Это у нас получается, что полтора месяца. И заливка, доводка, еще 2 недели. То есть через 2 месяца появляется на свет одна штука. Да, но дальше, поскольку у нас сохраняется форма, мы можем тиражировать. Дальше из этой формы мы каждый день заливаем, можем доставать изделие. Дальше руки маляров, доводчиков. Вот, так или иначе, получается, что в среднем на этот проект у нас ушло 4 месяца. Но за этим сроком, в 100-120 дней, это чисто механистический момент. Нам до этого надо было научиться лакировать поверхности, доводить круглые поверхности, делать изделие таким образом, чтобы оно вытаскивалось из формы и казалось, что оно целое. А на самом деле оно сделано из двух половинок. То есть на это иногда уходят годы. Мне трудно посчитать, сколько времени у нас ушло на эту практику. Я думаю, что мы учимся все время. Ну, именно это, навыки на этого производства могут занять 5-6 лет, например, чтобы ты мог делать. Ну, и как японцы, которые учатся варить рис. То есть есть там, есть такая история, я документальный эфир видел, там ученик, прежде чем перейти в разряд мастеров, он 10 лет учится варить рис. Ну, для меня это, конечно, тума сойти, да, мы не сможем так жить, просто в трубу вылетим. Но я это к тому, что вот эти все навыки, это плод, огромный труд многих людей. Ведь еще, например, отдельно работали химики, технологи, чтобы создать этот продукт. Они тоже кучу продукта испортили, выкинули его. Причем иногда ты делаешь вещи, которые кончаются неудачей. Ну, просто все, умерла, больше так делать не будем. Все, что пытались сделать, бессмысленно. Забыли, закрыли, положили в папку архив, так делать нельзя. На это тоже, мы на это тоже тратим время. И, ну, мы не жалеем, потому что эффект от того, что ты почти единственный, кто можешь сделать вот такое, он имеет смысл. Он имеет смысл, правда. Я, правда, горжусь, меня прет, и все, кто со мной работают, они говорят, а мы сделали. Это такая хорошая сторона тщеславия, на самом деле. Это вообще, ну, мне нравится, я считаю, что я куда-то эту красивую жизнь, эту отрасль продвинул. Это секрет Поля Шинели, завтра кто-то догадается, как это можно сделать. Кто-то тайно купит какую-нибудь такую вещь, хотя вещь эксклюзивная, я ее продавать не могу. Да, и технологию я не продаю. Ну, кто-то может попробовать съездить на керамический завод, снять тайно плитку, попробовать там понять, из чего она состоит. Так или иначе, люди, которые упорно чего-то хотят достичь, они так к этому и придут. Но мне нравится, что мы сейчас в этом первое, мы можем показать, как может быть красиво. И что это не страшно, что это интересно. И вот прям сегодня, сейчас, несмотря на то, что хочется денег зарабатывать, вот такие вещи, они, наверное, являются каким-то фундаментом в душе. Потому что, ну, нельзя все время денег зарабатывать. Надо, чтобы у тебя там цветы расцветали внутри, и ты вот этим всем наполняешься. И сюда такие люди приходят. Вот в чем дело еще. То есть к тебе приходят похожие люди. Если они к тебе приходят похожие, то ты с ними делаешь, ты разговариваешь с ними на одном языке, и делаешь похожие вещи, которые, ну, потом остаются. Это к твоему вопросу. Долго ли нужно было убеждать? Вообще не нужно было убеждать. Надо только найти своих. Да, просто, да, они просто приходят свои, и все. Все. Андрей, спасибо тебе огромное за эту, как всегда, и душевную, и познавательную, и увлекательную беседу. Я рад. Будем дальше с тобой новые проекты делать. Спасибо, Маша. Твори, пожалуйста, не переставай. Хотя говорить тебе это бесполезно, у тебя это где-то там внутри. Спасибо, давай. Спасибо тебе. С вами был Андрей Полетаев, руководитель группы компании «Архитектура благополучия» Мария Кордубаева, автор этого YouTube-канала «Неведущая», «Ландшафтный архитектор» и «Дома ландшафтного дизайна Royal Gardens». Всем чудесных выходных. Пока-пока. Пока-пока.